Добрый вечер! На канале Буктовая большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты и, конечно, о главном событии недели – четвертом форуме выставки деловых контактов «Брест-2019». Сегодня в выпуске. Новые бизнес-проекты, новые идеи, подписание новых договоров и контрактов. В Бресте прошел четвертый форум выставки деловых контактов «Брест-2019». Работа для души, здоровья и на благо своей малой родины. В областном центре дан старт экологической акции «Брест. Территория чистоты и здоровья». Безвиз в действии. За период работы безвизового режима с 1 января 2018 года и на сегодняшний момент на территории туристской рекреационной зоны «Брест» побывало 23 500 туристов. Минувшая неделя ознаменовалась для «Бреста» как время проведения одного из самых ожидаемых экономических событий года. Областной центр принимал четвертый форум-выставку деловых контактов «Брест-2019». Подготовка к этому важному мероприятию проходила на протяжении года. Велись переписки с зарубежными гостями, изучался обоюдный промышленный потенциал. Как итог, представители более чем 20 стран прибыли в город над Богом, чтобы расставить приоритеты и определиться, что же нужно их экономикам для более активного и эффективного развития. Организаторы предложили достаточно гибкий формат общения. Кто-то мог обсудить нюансы сотрудничества в рамках выставки, которая традиционно расположилась на площадях легкоатлетического манежа. Кто-то выбирал встречу один на один, назначить которую можно было в рамках контактной кооперационной биржи через официальный сайт Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Насколько результативным и продуктивным получился форум, какие интересные идеи он помог воплотить в жизнь, расскажут наши корреспонденты. Отпраздновав ярко процедуру получения сертификата культурной столицы СНГ, город над Богом вновь стал центром притяжения. Правда, уже бизнес-представительство мира. Форум-выставка деловых контактов Брест-2019, площадка переговоров и заключение перспективных контрактов и соглашений. Сегодня такой формат общения дипломатов и бизнесменов действительно актуален. Шанс на других посмотреть и себя показать. А показать белорусам и брещанам в частности действительно есть что. Продукции заводов и фабрик областного центра не сходят с прилавков соседних государств. Ее знают, ее любят и воспринимают как качественный бренд, успешно зарекомендовавший себя. Мы подписали некоторое время назад серьезное крепкое соглашение между Иркутской областью и Брестской областью. И в целом в партнерстве работаем с Республикой Беларусь. Сергей Георгиевич Левченко, губернатор Иркутской области, и Анатолий Васильевич Лис, губернатор Брестской области, имеем теплые, очень крепкие, дружеские, братские взаимоотношения. И должен вам доложить, что товарооборот и по экспорту, и по импорту, в целом товарооборот увеличился, можно сказать, в два раза за время работы этого соглашения. Нас с Беларусью связывают тесные взаимоотношения, потому отрадно, что в этом форуме принимают участие и наши бизнесмены. Они представляют различные сферы производства строительных материалов, машиностроения, сельское хозяйство. И мне кажется, им удастся здесь найти единомышленников. За развитием экономических отношений будущее. Ведь от того, насколько налажено сотрудничество, насколько качественно организована торговля, во многом зависит положение страны и региона на мировом рынке. Широкая дипломатическая представленность говорит о живом интересе к выставке. Более 200 участников прибыли в Брест для того, чтобы сверить часы и определить направление дальнейшего развития с учетом обоюдных интересов. И с каждым годом этот интерес подогревается все больше. Например, китайские партнеры ждут на своем рынке брестскую молочку. Серьезные климатические изменения последних лет привели в Беларусь представители индустрии Молдовы. Теперь определенный перечень алкогольной продукции будет производиться на основе белорусского сырья, выращенного в соответствии с технологиями. В рамках форума устные договоренности закрепились письменным соглашением. Сейчас мы готовим очень интересный проект по Брестской области. Это развитие винограда и виноградоводства в Брестской области. Дело в том, что в Молдове немножко изменился климат. Стало намного теплее, чем это было раньше. И для производства коньяков это очень плохо, потому что виноград должен содержать немного меньше сахара, чем это есть сегодня. И вот мы установили, что в Брестской области есть такие регионы, которые способствуют ворачиванию винограды именно для этого продукта. Поэтому мы будем обсуждать ситуацию эту сегодня с Брестом, с Молдовым, потому что они берутся за этот проект. Тема «Тысячелетие Бреста» вошла в план пленарного заседания форума. В рамках крупномасштабной подготовки к тысячелетию в городе над Бугом возведено и обновлено большое количество объектов. Кроме того, особый размах получат торжества по случаю празднования миллениума. Все это должно качественно повлиять на инвестиционный климат города. В Брест можно вкладывать, и это будет иметь финансовую отдачу. Наша задача сделать город Брест привлекательным для инвестиций. И здесь мы идем прежде всего на создание особой атмосферы нашего города, неповторимости нашего города. Чтобы любой человек понимал, что вложив сюда рубль, он будет горд и перед собой, и перед своими потомками, потому что Брест – это город, устремленный в будущее. Первые итоги форума наметились уже в рамках торжественного открытия. Порядка пяти серьезных соглашений, каждый из которых позволит развивать перспективные экономические направления. В числе особо актуальных – договор о создании IT-кластера в городе Бресте. Теперь пошел хороший тренд – это IT-город, город новых технологий. Поэтому предприятие «Польсофт», которое здесь присутствует на выставке, оно инвестирует уже в реально свои производственные площадки в офис в нашем городе. И вот этот IT-кластер, который будет находиться на проспекте республики, справа от церкви Свято-Воскресенского собора до лукодрома, открыт для инвестирования именно компьютерщиками. Четвертый форум выставка деловых контактов «Брест-2019» показал – успех ждет тех, кто стремится идти в ногу со временем, кто постоянно изучает актуальные технологии, не боится экспериментов и видит будущее в сотрудничестве. Ведь от того, насколько качественно развивается экономика, зависит в первую очередь благосостояние региона и страны. Сегодня экономика стоит на первом месте, потому что от того, как работает экономика, так, в принципе, обстоят дела и в целом в области, ну и в нашей стране. Поэтому вопросы привлечения инвестиций, значит, новые технологии – вот это самое главное и задача этих экономических форумов. Естественно, есть отдача. В прошлом году на таком же форуме, который проходил в этом же здании в апреле прошлого года, было подписано более чем на 30 миллионов рублей различных договоров. Три совместных предприятия были созданы, которые сегодня работают. В этом году у нас участниками будут более 20 стран. Атмосфера деловых переговоров – это всегда особый формат. Здесь получат новый импульс развития. Давно налаженные прочные контакты найдут общий экономический язык и договорятся сотни участников. Несмотря на то, что важнейший элемент форума – деловая часть, внимание многих с раннего утра прикована к экспонентам. На одной площадке представители самых разных сегментов экономики – пищевая и сельскохозяйственная продукция, сфера IT-технологий, машиностроения, туризм и отдых. Словом, на форуме существует принцип – показать все то качественное и нужное, чем богаты. Порядка 150 зарубежных и отечественных компаний представили свою продукцию и идеи. Форум поможет бизнесменам сделать бренды узнаваемыми и, главное, продаваемыми. Участники могут наладить бизнес-контакты и найти партнеров. Я очень рад, что меня пригласили на эту встречу, потому что нам это надо. Нам надо, чтобы наши рабочие и мы, центральные комитеты, состретили и говорили о том, что нам надо сделать, а как это сделать. Я благодарен руководству города за приглашение. Это важный форум, который позволяет создать новые экономические контакты, а также наладить межкультурный и межнациональный диалог. В этом контексте хочу напомнить о тесных связях, которые имеются у Бреста и Белоподляски. В рамках трансграничного проекта «Польша, Беларусь, Украина» также хочется наладить взаимодействие нашей молодежи, имея в виду область культуры и спорта. Когда меня пригласила Коммунистическая партия Чехии, как бизнесмена, которая занимается сейчас торговлей для услуг, для туристов, туризмом и сувенирами, и потому я хотел здесь переговорить сотрудничество между Беларусью и Чехией, для того, чтобы ваши дети могли ехать через наши фонды и наши дети в Беларусь. И для того мы сделали все шаги, чтобы это было возможно через полтора года сделать. Одна из самых узнаваемых и представительных отечественных делегаций на форуме из Бреста. Савушкин продукт в очередной раз удостоен премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества по итогам прошлого года. На протяжении всей жизни и работы нашей компании мы ни одного дня не работали на сухом молоке. Все наши продукты из натурального молока, с высококачественными ингредиентами. На самом деле это самый большой гарант качества для потребителя, что он может купить в любой точке нашей страны. И за ее пределами высококачественные продукты может быть уверен в том, что это натуральный продукт, это свежий продукт и это самый вкусный и полезный продукт. К слову, Брещина может по праву гордиться качеством выпускаемой продукции. Премии правительства за достижения в области качества по итогам прошлого года удостоены такие предприятия, как Брест Газоаппарат, Брест Жилстрой, Полесский государственный университет. Звание лауреата, кроме Савушкиного продукта, подтвердили торгмаж и гранит. Всего в ходе церемонии честования было отмечено 41 предприятие. Брестский регион – это всегда, как можно сказать, это не стыдно, это достойно, это конкурентоспособно. И можно говорить, что это гордость нашей страны, та продукция, которая выпускается Брестским регионом и активно участвует в конкурсах, проводимых под эгидой Государственного комитета по стандартизации. Да, большое количество предприятий представило бизнес-сообществу свою продукцию в рамках широкоформатной выставки. В центре особого внимания те, кто заслужил почетное право считаться лучшими в регионе в области качества. Уже не один год этот статус подтверждает Малорицкий консервно-овощесушильный комбинат. Сегодня предприятия знают в стране и за ее пределами как производителя качественных соков и продуктов питания для самых юных потребителей. А как иначе, ведь создается продукт для детей, для нашего будущего. Награда от областного исполнительного комитета станет еще одним стимулом для развития производства и покорения новых вершин. Хочется поблагодарить организаторов этого конкурса за столь высокую оценку нашего труда. Это значимая оценка для нашего коллектива, так как мы уже более 60 лет на рынке и выпускаем детское питание. Это продукт, особенно значимый для нашего населения, так как он выпускается для незащищенного слоя населения, для наших деток. И наши работники работают постоянно над усовершенствованием качества данного продукта, что позволяет нам всегда быть на вершине в этой области производства детского питания. Соседний павильон представляет еще одно крупное предприятие, известное своими вековыми традициями – Брестский ликероводочный завод «Белалка». Предприятие не раз выступало инициатором большого количества необычных мероприятий, направленных на сохранение истории города. А потому и в этот раз для публики была подготовлена миниатюра-зарисовка из жизни Бреста. Традиционно продукция «Белалка» удостаивается высокой оценки. Очередное подтверждение почетного статуса – символ стабильности качества. Новые технологии в тандеме с умелыми руками и авторской изюминкой могут творить настоящие чудеса. Я работаю уже практически 10 лет на этом заводе, и завод, сколько помню я его, он работал всегда. И работает по принципу, первое – это качество, все остальное – потом. То есть мы эту премию получаем не первый год, мы ее получаем практически уже, наверное, года 3-4 подряд. Это просто наш стимул в жизни, принцип предприятия работает только в этом направлении. То есть мы не используем при производстве своего продукта никаких химических добавок, никаких даже идентичных, натуральных. Мы используем только натуральное, только качественное. И потому некоторые потребители, может быть, жалуются, наша продукция немножко дороже наших конкурентов на полке, но натуральное дешевым быть не может в принципе. Вообще экспозицию деловых контактов можно назвать дважды уникальной. Во-первых, это одна из крупнейших демонстраций отечественных товаров Беларуси. По масштабам Брест может конкурировать разве только со столицей страны. Во-вторых, Международный форум деловых контактов в Бресте собрал новые взгляды и свежие идеи более чем из 20 стран мира. У каждого участника задачи схожи, у Бреста своя миссия. Город перспективный. Наша задача использовать тысячелетия, как продюсирование города, показать, что вложение каждого доллара, каждого рубля в Брест, оно однозначно не рискованное. Оно вкладывается в город, который имеет большое будущее. Поэтому здесь представлены все наши предприятия. И я рад, что отклик у наших гостей, зарубежных гостей здесь очень много на наш город, очень-очень положительный. А уж представьте, что тогда будет в сентябре, когда мы все достроим и доделаем. Мы воспринимаем тысячелетие города не как повод попраздновать, а как повод привлечь внимание инвесторов именно города Бреста. У экспозиции открытого акционерного общества «Остромечиво» традиционно оживленно. Мало кто может пройти мимо имиджевого павильона с узнаваемым белорусским брендом. Это единственное в стране предприятие, где налажен полный цикл производства изделий из меха. Модные розовые, лавандовые, бирюзовые шубки, шарфы, головные уборы любой цветовой гаммы и структуры. Говорят, если женщина не любит зиму, значит у нее просто нет красивой шубки. С этим сложно не согласиться. Стараемся разработать такие модели, которые будут интересны как в классическом варианте для женщин преклонного возраста, которые привыкли к классике, так и для молодежи, которые хотят что-то свежего, нового, красивого, яркого. А для тех, кто хочет привнести немного яркости в гастрономическую жизнь, ароматный стенд колбас, копчености, запеченности и деликатесов предприятия «Инкофуд». Сразу видно, это та компания, которая не нуждается в дополнительной рекламе. На выставке представлена продукция четырех торговых марок. «Инкофуд» – белорусская традиция, запросто и «натура». Стенд «Инкофуд» вызвал оживленные интересы участников, и это неудивительно. Мы идем в ногу со временем, и продукция «натура», которая сейчас отповедает всем современным тенденциям. Я с удовольствием хочу пригласить людей в магазины, в торговые центры на выставки и попробовать продукцию «натура» без ГМО, без сои, без глютена, без фосфатов, без глутамата натрия. Для тех, кому важно заботиться о здоровье своей семьи и потреблять вкусную такую продукцию. С продукцией «Инкофуд» я знаком лет 20. Вестоковая организация этого производства принимала активное участие и я. И на протяжении этих лет я постоянно возвращаюсь к этой продукции. И не только я, но и мои знакомые, я рекомендую, что это один из лучших и вкуснейших продуктов, которые сегодня производятся в свободной экономической зоне и в городе Бресте. Один из самых привлекательных и заметных стендов принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Агропродукт». Предприятие считается одним из крупнейших поставщиков растительного масла и шрота. Начинали с обработки рапса, сегодня перерабатывают все масличные культуры. Продукция востребована в Белоруссии и далеко за ее пределами. География поставок разнообразная. Товар «Каменечина» уже полюбился в Польше, Норвегии и Китае. На рынке команда профессионалов 15 лет. Во-первых, это качество, во-вторых, это надежность, ну и третье, это, наверное, наш какой-то белорусский, я бы сказал, колорит. Это мы, белорусы. Выйти на рынок в Норвегии или продать, тем более в Китае, это не просто, что грузовичок приехал и куда-то там завез. Это сорганизованные логические компании, это порты, это железная дорога. Это, в конце концов, просто договориться с потребителем в Китае, это уже требует значительных сил, затрат, энергии, ну и умений, я бы сказал. По итогам прошлогоднего форума деловых контактов, Брест получил порядка двух миллионов долларов прямых инвестиций из-за рубежа. Учитывая, что выставка деловых контактов, проект относительно молодой, ему всего четыре года и быстрого реагирования здесь, в принципе, ждать не нужно, это результаты хорошие. С каждым годом сумма прямых иностранных инвестиций удваивается. И, судя по интересу, который вызвали отечественные экспоненты сегодня, результаты форума 2019-го будут перспективными. Виктория Нечаева, Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Букунович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. В списке городов-побратимов Бреста почти четыре десятка населенных пунктов со всего мира, от России до Великобритании. Более тесное налаживание связей с партнерами – задача, которую руководство городского аппарата ставит в числе первых. Участие в форуме деловых контактов Бреста 2019 позволит наладить экономическое деловое сотрудничество, конкретно нацеленное на результат. В числе тех, кто приехал представлять свои интересы в областном центре, представители Удмуртской республики и города-побратима Ижевска. Но, в отличие от делегаций из других городов и стран, гости прибыли за несколько дней до форума, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями, а также встретиться с председателем Брестского горосполкома Александром Рогачуком. Цели и задачи этой встречи четко не определяли и не регламентировали. Точек соприкосновения в партнерстве очень много, а потому повестка дня в ходе разговора определилась точно и быстро. Анализ сотрудничества и установка дальнейшего вектора взаимодействия. Попротивами Белорусский Брест и российский Ижевск стали в конце 2016 года. За два с половиной года проведено 10 деловых визитов. Внешний торговый оборот между городами за последнее время значительно вырос. В области экономики для нашей страны результат такого сотрудничества – это в основном экспорт газовых плит и молочной продукции. Несмотря на географическую, относительно, конечно, удаленность Сижевска и вообще Удмуртия от города Бреста, у нас хорошая динамика отношений во всех сферах. Это касается социальной сферы, это касается, прежде всего, школьного обмена. И самое главное, что это коснулось экономики. Реально, товары из Бреста пошли на Удмуртский рынок. Рынок очень интересный, с учетом специфики тех оборонных предприятий, которые есть в Удмуртии. Там достаточно высокий уровень жизни сейчас. И я уверен, что вот этот визит делегации будет способствовать тому, что эта динамика сохранится. Товарооборот за эти два с небольшим года увеличился вдвое. И важны даже не эти цифры. Важен тот взаимный интерес, который проявляет бизнес Удмуртской республики, Ижевска и бизнесмены Бреста, ну и Белоруссии в целом. Связи крепнут. Дружить можно годами, но экономика – именно та сфера, которая способна поддерживать дружественную связь десятилетиями. Конечно, экономический сегмент – основа всему. Но это далеко не единственная область, где отношения партнеров окрепли. К примеру, тема патриотического воспитания молодежи. В истории Бреста немало страниц, связывающих два братских народа, в том числе события начала войны – Брестская крепость. Здесь в июне 1941-го плечом к плечу стояли насмерть белорусы и россияне. Это главная причина того, почему ежегодно на Брестскую землю приезжают ижевские школьники и представители кадетского республиканского корпуса. В период из 2016 года осуществлено 8 поездок. В конце мая этого года Брест снова будет встречать юных военных. Мы были на Дне памяти и скорби 21-22 июня здесь. Конечно, впечатление было для детей просто оглушительным. Они настолько все были в восторге, настолько им… Во-первых, мы нашли памятник Брестской крепости, который погиб наш ижевский гражданин, защищая родину, Советский Союз. Поэтому, знаете, это как-то все настолько связано исторически, что сам Бог велел заниматься этими движениями. Конечно же, молодое поколение должно все это знать. Нам нравится, как у вас развивается кадетское движение. Конечно, Брест для каждого человека, для каждого гражданина России – это святое место. И стремление наших пацанов приезжать сюда, оно очень велико. Те миссии, которые кадетские группы, которые сюда приезжают, этих парней надо видеть. У них пристает глаза. Это память на всю жизнь. Такие поездки всегда откликаются в сердцах брестских школьников, и ребята наносят ответные визиты. Вообще, сотрудничество с ижевским – это всегда работа по существу. Предметно, взаимно и с большой перспективой, где нет общих фраз и расплывчатых бизнес-идей. К примеру, еще один результат встречи. У гостей есть идея создания совместного белорусско-российского завода по производству уникальных стоматологических инъекторов для их экспансии в Европу. Инвест. Площадкой будет Брест. Это совершенно уникальный шприц. Он защищает и медперсонал, и пациентов от заражения такими страшными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, гепатит. И вот этот шприц мы в четвертом квартале этого года начинаем поставлять в Европу. Но из Ижевска везти в Европу с точки зрения логистики и экономики не очень выгодно. И когда нам поступило предложение приехать в Беларусь, конкретно в город Брест, он наш побратим, и посмотреть с точки зрения здесь постройки завода, совместного завода с белорусскими партнерами. Пока разговор ведется о поиске инвестора, конечно, обсуждать детали в рамках двустороннего сотрудничества специалисты будут кулуарно. Еще есть много так называемых невспаханных зон инвестиций, определить которые обязательно поможет механизм форума деловых контактов Брест-2019. Я думаю, что по итогам выставки Содружества, по итогам этой встречи можно будет говорить о каких-то реальных шагах. Что самое важное, эти партнеры из Удмуртии, имея свое производство, имея свой бизнес, понимают географию города Бреста как плечо выхода на европейский рынок и достаточно с высокой долей вероятности потенциальнее, они будут резидентами свободной экономической зоны или создадут совместные предприятия здесь у нас в городе Бреста. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Экологическая акция «Брест. Территория чистоты и здоровья» охватила многие уголки города. Сегодня, можно сказать, генеральная уборка всего областного центра. Трудилось порядка полутора тысяч человек. Чиновники, работники различных предприятий и организаций, неравнодушные жители и активная молодежь наводили порядок на улицах, в парках, скверах и знаковых объектах. Вообще, производить уборку всем городам – добрая традиция. Работа на свежем воздухе брещанам нравится. Для души, здоровья и на благо своей малой родины. Наши съемочные группы сегодня работали сразу на нескольких локациях, где кипела массовая уборка или, можно сказать, проводилось оздоровление городских территорий. Давайте посмотрим, как это было. Когда офисный труд сменяется работой на свежем воздухе, да еще в таком живописном, любимом месте, как Брестская крепость. Несмотря на то, что экологическая акция – дело сугубо добровольное, работники горы с полкома наводили порядок практически всем коллективам. Результат не заставил себя долго ждать. То, что, конечно, акция нашла увлеку людей, я очень признательно благодарен всем, которые не на словах говорят о том, что они за чистый город, а реальными шагами делают наш город чистым. Экологическая акция для мэра города началась со своеобразной планерки. Волынское укрепление Брестской крепости – место, где зарождался наш город. Сегодня здесь находится археологический музей Берести, который переживает масштабную реконструкцию. Навести порядок в таком месте – дело чести. Александр Рогачук в рамках акции проинспектировал ход реконструкции, добавил свежие идеи и задумки и подчеркнул, что городской субботник пронизан особым отношением к земле и к месту, где все начиналось. В рамках реконструкции Берести нам надо людям показать эту зону, которая вокруг музея Берести. Надо навести там порядок, и порядок – это только руками можно навести. Никакие средства механизации туда не могут дойти. Поэтому я благодарен всем, кто откликнулся на эту просьбу, и мне почему-то кажется, что эта работа будет системной. Для души, здоровья, бодрого настроения и, главное, на пользу. Ведь каждый сэкономленный рубль в ходе экоакции в дальнейшем будет задействован на социально значимые проекты. Понимают это и активисты Союза молодежи. Подключились к наведению порядка массово. В составе 150 человек. Отмечают, территория лесного массива Брестской крепости была в довольно запущенном состоянии, но собственными силами им удалось вдохнуть в нее вторую жизнь. Вывезли большое количество мусора, убрали, навели порядок на некоторых территориях. Очень отрадно слышать, видеть, что члены БРСМ не остаются в стороне и с охотой приступают к такому благому делу. Работа кипела сразу в нескольких точках нашего города. Если представители БРСМ приводили в порядок территорию Брестской крепости, то сотрудники Главного управления идеологической работы по делам молодежи, представители средств массовой информации и молодежь Брещины позаботились о наведении чистоты вдали от центральных улиц. Город должен быть чистым и ухоженным в любом районе. Четкое убеждение всех участников экологической акции «Брест. Территория чистоты и здоровья». Этот год особенно для города Бреста, вы знаете, тысячелетия и все мероприятия, которые проходят под эгидой. Но это не самое важное. Важно то, что каждый гражданин, который имеет активную позицию, может присоединиться к таким акциям. Сегодня мы позиционируем это как экологическая акция. Не мы первые, не мы последние. Но нам важно присоединиться к этому движению, чтобы чистым, уютным и красивым город встретил свое тысячелетие. Данные субботники у нас в данный момент проходят по всей области. В городе Бресте городской комитет Бреста убирает в данный момент Брестскую крепость «Герой». Вчера мы вернулись из Могилевской области, были в деревне Пустынки. Там стартовала акция восстановления святой Беларуси. Убирали мужской монастырь. Весна у нас пора на ведение порядка, оживает природа. И поэтому абсолютно естественно, что мы все хотим навести порядок. Не только у себя где-то возле дома, но и вообще во всем городе. Конечно, хорошо, когда мы не мусорим, когда все чисто. Но, к сожалению, так не бывает, наверное, нигде не бывает. И поэтому по традиции у нас проходят субботники, акции, месячники, благоустройства. Сегодня мы с большим удовольствием представители средств массовой информации Бреста, Брещены подключились к экологической акции, которую проводят в Бресте. И своим примером, я думаю, мы хотим показать горожанам, и они нас поддержат, то, как надо, в общем-то, наводить порядок в своем доме. Наводили чистоту лесопарковой зоны и поймы реки Муховец в микрорайоне Вычелки в целях поддержания проводимой экологической акции и представители Брестского областного объединения и областных организаций отраслевых профсоюзов. Ну, как свой город, свой дом, свое место рабочее, домашнее место, как его не держать в порядке, как не содержать в порядке. Поэтому это, можно сказать, святое дело, навести порядок. Тем более, что идет весна, вот начинают цвести уже абрикосы. Скоро Пасха, скоро 1 мая, 9 мая, праздники. Все, душа радуется, и в работе радуется душа. У каждого своя работа, поэтому... А еще мы говорим о том, что отдых – это перемена места занятий. Вот мы в основном работаем, наверное, не совсем руками, а здесь поработаем руками. Потрудились представители профсоюзов на славу. Слаженная организованная работа всех участников дала отличный результат. В считанные минуты пакеты были наполнены мусором и вывезены с убранной территории на утилизацию. Большую трудовую акцию поддержали представители двух администраций города. Ленинцы наводили порядок на берегу Муховца, недалеко от подвесного моста Брестской крепости. Ни один контейнер пластиковых бутылок и банок был извлечен из воды и собран в прибрежной зоне. По мнению главы администрации Ленинского района Валентина Милошевского, такие акции на таких участках нужны особенно. Без грамотной утилизации пластик разлагается более 100 лет, выделяя при этом опасные вещества, что уредно и для окружающей среды, и для людей. Человек 60 нас тут работает. Мы убрали вот эту территорию между озерами. Я думаю, что даже если за год столько не насладят точно, но если мы будем регулярно убирать этот пластик, даже вот этих 2 тонны, не знаю, там может 3 тонны пластика, это тоже для природы очень важно. Конечно же, одними из самых активных участников большой акции стали представители ЖКХ города, которые в качестве рабочей зоны выбрали городской сад. Здесь работа в буквальном смысле кипела. Совсем скоро эта территория станет местом притяжения брещан. В центре сада уже стоит крупный валун. Сегодня специалисты городского ЖКХ вместе с горожанами продумывают, что изобразить на камне. Благоустраивается и зеленая территория. Вся система ЖКХ городского поддержала инициативу Александра Степановича Раочука и провести сегодня, именно 13 апреля, акцию. Это не субботник, я подчеркиваю, это акция по наведению порядка. Мы находимся в городском саду, шефство над которым, опять же, по инициативе Александра Степановича взяло городское ЖКХ. Вы видите о том, что сделано уже до сегодняшнего дня. Мы занимаемся сегодня больше земляными работами, хотя рядом с нами работа по укладке ДЭП укладывает плитку, тот же ДЭП светильниками занимается. Но в основном это, конечно, земляные работы. После столь ударного труда неплохо бы и подкрепиться, а потому ароматная каша, приготовленная в условиях полевой кухни, стала приятным бонусом всем участникам. В Беларуси сфера туристических услуг является одним из перспективных секторов экономики. Выгодное географическое положение нашей страны, богатое историческое прошлое, множество объектов, имеющих культурологическое значение, наличие транспортных магистралей и туристической инфраструктуры. Это те факторы, которые являются первоочередными при выборе страны для посещения у туристов. Последовательная либерализация Беларуси визовой политики активно продолжается и в 2019-м. Упрощение для граждан ряда стран визовых формальностей, увеличение срока пребывания до 10 дней иностранных граждан в отдельных районах Бреска и Гродненской областей при безвизовом въезде с 1 января 2018 года закономерно приводит к увеличению экспорта туристического потенциала республики. Тему продолжит Наталья Луговкина. За период действия безвизового режима с 1 января 2018 года и на сегодняшний момент на территории туристско-рекреационной зоны Брест побывало 23 500 туристов. Из них 18 тысяч, посетивших землю Брещины, приходится на минувший год. Остальные – с начала текущего. Тенденция роста туристического экспорта налицо. Говоря сухими цифрами, это составляет 327% роста в сравнении с показателями 2018 года за тот же период. Безвизовые туристы – это в основном туристы из Польши. Они составляют более 70%. Также пользуются спросом безвизовый въезд у туристов из Литвы. Это более 11%. Количество стран, которые прибыли на территорию туристско-рекреационной зоны Брест за все действие безвизового въезда – это туристы из 55 стран. 65% из 100 всех прибывших в наш город по безвизу составляют целенаправленные туристы. То есть те, кто специально приехал посмотреть достопримечательности Бреста, поучаствовать в различных спортивных и других мероприятиях, приуроченных к различным событиям и связанных с историей и культурой города. Благодаря принятию безвизового режима и увеличению срока пребывания иностранных граждан на территории Брещины, активное развитие получил спортивный туризм. Чем удобен стал безвизовый въезд для туристов, для спортсменов? Это тем, что не надо затрачивать большое-большое количество времени для получения визы. Они обращаются к нам, к спортивной организации города. И мы в течение одной недели до их въезда даем их подтверждение. В связи с тем, что это большая экономия, скажем так, родительских средств, в связи с тем, что мы встречаем большое количество детских команд, и родители не затрачиваются на приобретение белорусской визы. У нас увеличилось большое количество именно детских соревнований. У нас существует целая акция сейчас «Спорт безвиз». Ее проводит Центр Олимпийского резерва по футболу совместно с туристической фирмой «Сезон отдыха». Они проводят именно детский футбол. К нам приехало большое количество уже женских команд. Заинтересовались нашей футбольной инфраструктурой представители команд из Варшавы, Люблина, Белостока. И им интересуют не только спортивные соревнования, а именно еще участие в учебно-тренировочных сборах. Для продвижения детского спорта, впрочем, как и взрослого, безвизовый въезд на территорию города Бреста сыграл огромную роль. За весь период действия режима в нашем городе побывали 1200 спортсменов. Поступательно набирают обороты и развитие еще одного нового направления. Это медицинский туризм. Среди прочего, большим спортом пользуется стоматология. Медицинская часть медицинского туризма очень распространена у жителей европейских стран, которые приезжают к нам именно для получения этих услуг. Стоимость наших услуг в разы меньше, а качество ничем не уступает европейскому. И самый сейчас популярный вид медицинского туризма, который набирает свои обороты, это косметический туризм. Об изменениях в работе туроператоров, связанных с принятием безвизового режима, за комментариями мы обратились к директору одного из крупнейших туристических агентств нашего города, лидеру по количеству безвизовых туристов. Больше года действует с 1 января 2018 года, когда подписали вот этот указ. То есть, в принципе, работа агентства изменилась, то есть, скажем, больше уже с отправки туристов за рубеж. В принципе, потихоньку ориентируемся на, скажем, импорт, на прием, если так правильно говорить, на прием все-таки. С въездным туризмом все намного проще. Мы отвечаем, лично я, когда делаю вот эти туры, я знаю, за что я отвечаю. То есть, если я забронировал белорусскую гостиницу, белорусскую гороусадьбу, белорусский объект общественного питания, скажем, ресторан, кафе, то есть, забронировал белорусский автобус, я здесь знаю, с кого спросить, я здесь полностью могу ответить, я знаю, что меня никто здесь не подведет. То есть, в принципе, здесь достаточно более свободно. Знаем, в принципе, основные требования, которые к нам предоставляют наши туристы из-за границы, в данном случае. В основном, это Европа, 90% Польша, ну и там, конечно, немцы, американцы, США, граждане Канады тоже по чуть-чуть как бы едут. Литва соседняя. Вот. И вот, как показал, вот этот больше года период, в принципе, мы с этим справляемся, мы понимаем, что не хотят, туристы все довольны. Нам на сегодняшний день, в принципе, грех жаловаться. Вот этим указом, который есть по безвизу, нам, в принципе, созданы, ну, почти практически, можно сказать, идеальные условия. Качественное обслуживание, выгодное по ценовой политике размещение, интересные экскурсионные маршруты и колоритная белорусская кухня. Те факторы, которые с каждым годом все больше привлекают в наш город безвизовых туристов, добавил Андрей Кисляков в продолжении нашей беседы. Способствуют повышению интереса к нашему городу и те события, которые мы празднуем в этом году. 75-летие освобождения Беларуси, международная акция «Пламя мира» и тысячелетие Бреста вызвали настоящий бум среди безвизовых туристов. На данный момент практически невозможно снять номер в гостиницах. Бронь на эти даты делалась гостями нашего города за полгода. На сегодняшний день, можно сказать, назначенные даты города Бреста, это с 1 по 5 мая все забронировано, с 8 по 12 мая практически нету мест, на июнь месяц, когда будет проходить наша традиционная реконструкция, в Брестской крепости мест нету, и на тысячелетие, 6 по 9 сентября все забронировано. Подводя итог, можно смело сказать, что Брест полностью реализует указ президента о введении безвизового режима. Все доведенные показатели государственной программы «Беларусь гостеприимная» в 2018 году в нашем городе выполнены в полном объеме. И областной центр по всем показателям готов к приему безвизового туриста. Звоните на горячую линию по номеру в Бресте, 54-63-67, мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни апреля. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 14-15 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона. При этом 15 апреля скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с территории Украины. 14 апреля в Бресте будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер северо-восточный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью, плюс 1-3, максимальная днем 10 градусов. 15 апреля преимущественно облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. В ночные часы температура воздуха составит 2-4 градуса. В течение дня воздух прогреется до 7 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова